Валгарь 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 Полагаю, что и задание было такое забаловым играть. Практически у него практически всю верховую борьбу сегодня выиграл. За исключением пару эпизодов. А так Антон старался, очень старался. Но старания по такой игре маловато. Можно еще создавать моменты и реализовывать. А вот с этим были проблемы. Именно в организации создания моментов. А создание моментов связано в большой степени от уровня игры средней линии. Сегодня средняя линия сыграла у нас не очень убедительно. То есть именно поэтому была связана замена Гриднева на более креативного и свежого? Ну да, с этим связано. Потому что все ребята, которые играли сегодня у нас средней линии. И Самсонов, и Гриднев, и Дутов появились у нас совершенно недавно. Мы их заявили. И поэтому плюс к этому все трое были травмированы. Их уровень готовности на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Тем не менее ребята старались. Но в таких сложных климатических условиях немножко сложновато было показать то, на что они способны. Надеемся, что со временем они придут в нормальное состояние. И здесь появится более организованная игра у нас в средней части поля. Это очень многое зависит от организации игры. Спасибо. Ну, непростая игра. Непростая. И футболистов знаю. Действительно, есть и бедные причины, что пришли накануне сезона. Ну, мало времени было, наверное, соперникам подготовки. Безусловно. Но футболисты доброты. Я их, в общем-то, многие хорошо знают. Другое дело, что мы тоже... У нас там 10 потерь произошло. Слава Богу, сегодня у нас появился и Лукьянов, и Оленик. Мы как-то поплотнее стали. Хотя я тоже думаю, что после операции еще кондиции не набрали. После простоя ничего не подошел. Другое. Но в целом, я думаю, что это серьезное усиление для нас. Игру, во-первых, ну, наверное, мы действительно смотрели, как для болотной игрок, и в воздух. И думаю, Байр Ив справился с ним. И в целом, в общем-то, сегодня мало что дали сделать, в общем-то, с игрой. Опасность, в основном, исходила со стандартных положений. Со стандартных положений. Есть кому-то, в общем-то, их исполнить. Ну, и считаю, конечно, футбол и из ошибок состоит. Безусловно, так и были, были моменты. Но в целом, если брать вот ход матча, и как он складывался, наверное, то преимущество, которое есть, там, 2-1, он отражает и такой упорный характер матча, и он отражает, наверное, в соотношении сильно на пол. Вот так объективно. Болельщик очень много вопросов по селекции задает. Два из них, наверное. Таутиев пока не заявил, значит, это что заменой будет, так сказать, или же заявил. И второй вопрос, пожалуйста. Был сегодня замечен Тимуре Буки, а значение это его возвращение в Болгарии. Ну, мы Тимури ждали, и он сам очень хотел. Не получилось у него оказаться в Кубани, да. Он вообще, наверное, как каждый молодой футболист, хочет играть в Пуни-Арбики. И это надо только приветствовать, только этот шаг нужно, наверное, делать вовремя. Хотя он сказал, что его даже номер мы дали, что уже, в общем-то, и контроль был подписан, смена руководства, и не давая ему возможности оказаться игроком в Пуни-Арбики. И, надеюсь, у нас есть заявочные места, что вот это надо, в общем-то, приедет руководитель клуба, мы, в общем-то, мы предварительно говорили, поэтому пока пускай он здесь работает. И, в общем-то, он запринял, и при приезде решил. То, что касается Таутиева, да, мы, в общем-то, контракт ему дали, контракт дали. И, безусловно, даже вот перед выездом мне футболисты опытные говорили, что они считают, что он должен играть в составе, поэтому, в общем-то, я считаю, что... В принципе, нам, он, как и игрок, в целом, для него полезен, учитывая, что это футболист 90-го года, на него там был спрос, и в первой лиге, да, и ждали его, но он сказал, что хочу, хочу здесь доказать, потому что я, в общем-то, год здесь тот отработал, первый, во второй лиге, наверное, играл в прошлом году, тут это мало играл, и думали дать им игровое время, но, сказал, что мне хватит характера, а я буду конкурировать, в команде буду, а я буду в команде. Спасибо.